Время, когда даже не задумывались о социальной дистанции и масочном режиме здесь, в зрительных залах. Собственно, конец 50-х на съемочной площадке, как раз за моей спиной, Мулявин впервые начинает репетировать за своей будущей женой Лидией Кармальской. Только не в Томской филармонии, а сегодня здесь, в Центральном доме офицеров. Это сегодня и зрителей только две кинокамеры и десятки сценических лучей. Остальное же максимально отдалили на полвека назад. Репетиционный процесс, зал пуст. Кармальская мастерский свистит. Мулявин, кстати, на три года ее младшая аккомпанирует. Для того, чтобы понять ее, их историю, любви, вообще, как они жили, как они чувствовали, я читала их письма. И я заметила, что очень много сходства с тем, как мы переписываемся в жизни, слова, какие-то такие подкольчики. И как-то я начала ее понимать, находить. То есть у нее есть юмор, она острая, на язык. Я вот через пластику, через письма, это через внутреннее, начала ее находить. И мне кажется, что сейчас я ее чувствую. Перед каждым съемка начали. Пошаговый эмоциональный прогон. Если нетерпеливо, вот ваша партия. Я вам так скажу, ребят. Сцены – это не место для выяснения отношений. Возрожденный Мулявин тоже с российским паспортом в роли пока еще обычного паренька Суралмаша, подыгрывающего остальным артистам, 22-летний Глеб Калюжный. Московский рэпер и с 2015 года актер. Сегодня в тренде у молодежи и армия инстаграмных поклонников. Из последних больших киноработ в молодежном сериале «Абуллинге» новенький. Историческое кино – первое в портфолио. Примерял, слушал просто песни, изучал биографию. Прекрасный человек, личность, сила вот такая. И в песнях, и везде это чувствуется. Я очень обрадовался, когда меня утвердили. Это классная роль, желаемая роль для меня, как и музыканта в том числе. Молодость Мулямина в кадре глазами российского режиссера Оксаны Барковской. Мастер телевизионных документальных лент. Она уже рассказывала миллионной аудитории о трагедиях в Норд-Осте, Беслане и Чечне. А сейчас многократный обладатель ТЭФИ вдохновлялась июльским дождем Хуциева. И девушкой без адреса. Чтобы в боепике за 21 актерскую смену подчеркнуть эстетику советского времени. Моя часть становления именно Мулямина, она очень важна, поскольку у него был выбор стать тем самым Мулявином, кем он стал. Либо пойти совсем по другому пути. Поскольку он был очень сильной личностью, очень такой цельной личностью, я думаю, что у него получилось бы где угодно. Вот где угодно. И еще по-женски мне было интересно это сделать, потому что кармальская, потому что рядом с успешным мужчиной стоит успешная женщина, которая во многом его сделала. Я с большим удовольствием сюда буду возвращаться, потому что прям все складывается очень хорошо. На прошлой неделе съемочная группа уже зафиксировала сложные роды кармальской. Эпизод сняли в Борисове. Далее армейский период Мулявина и творческий развод с женой. В кадре увидим и правнучку Мулявина Лиду. Закончить съемки планируют в мае. Тогда же раскроют и интригу. Кто споет мулявинским тембром уже в составе киношных песниров. Лидия Заблотская и Виталий Селявка. Агентство теленовостей. Продолжение следует...